Первое спасибо всем, что пришли. Это утро и действительно это ценно для нашего комьюнити, что мы можем собраться все вместе такой большой толпой. Год назад это было просто невозможно собрать больше 20 человек на один метап. По поводу нашего спикера. С Андреем я познакомился где-то год назад, когда они разрабатывали те вещи, о которых будет говориться сегодня. Я уверен, что они еще не закончили разработку этого добра, как всегда. Так вот, я был поражен той планкой качества, которую они в себе ставят. Несмотря ни на что, несмотря на отсутствие экспертизы, приданных экспертов в области возможности делать, они верили, что они могут сделать замечательный продукт, который не уступает лучшим сервисам мира, который положили до 1000 часов. Они верили, что они смогут сделать это для себя самостоятельно и лучшим на рынке. Сегодня я с гордостью хочу представить его доклад о том, как же они все-таки добились этих впечатляющих результатов. — Спасибо. — Первое. — Да. — Офим Юли Бернад Метео — это будет не формат конференции, а формат таких докладов от команд. И наша команда сформировалась еще года-два назад. Мы начали работать над этим продуктом, перепробовали уже три версии разных, даже два пилота. И я расскажу просто о нашем опыте, о том, что мы делали, какие вещи мы использовали и каких-то директоров добились. И я расскажу… Мы делаем продукт с All-Dime. Это такой автоматический блогер вашей жизни, который собирает информацию о вас и предоставляет графики, информацию, советы, хэбиты. В общем, много-много логики. Я расскажу именно про там самый корр, что с All-Dime. И далее, ну, почему я, наверное, буду играть, потому что нам нужно собирать это два-четыре на семь. Ну, как вы знаете, там, приложение умирает через три минуты. Раньше было десять минут, потом шесть, сейчас три. Вот. И нужно как-то заставить приложение жить больше, чем эти три минуты. Вот. И оно у нас живет там два-четыре на семь, семь дней недель, даже если вы его выкинете, даже если перезагрузите телефон, оно все равно будет жить. И оно… Да. Оно употребляет батареечку, но есть пару solutions, как понизить этот расход батарейки. Но, как бы, к пилюли, к магии ничего нет. И приходится всегда за что-то толкнуть. Вот. Итак, первые вещи, которые нам нужны, это CoreLocation, CoreMotion и Ground of Refresh. CoreLocation… Я всегда… Ну, когда мы начинали, мы думали, что CoreLocation ответит на все эти вопросы. Но реально без CoreMotion никак не получится сделать, потому что CoreLocation показывает, где вы сходите, ну, где вы что-либо делаете. А CoreMotion отвечает, когда. Например, я сдвинулся с места, и CoreMotion сказал, я начал двигаться. Не GPS показывает, ну, то есть, логично, точка появилась, и вот мы перевернулись. На самом деле, нужно думать о том, что CoreMotion говорит о том, куда мы перевернулись. Вот. Ground of Refresh позволяет жить, собственно, всему этому делу. Вот. У нас клиент-сервное приложение, поэтому я буду много рассказывать о том, как мы еще с сервером работаем. Вот. Мы все обрабатываем в девайсе. Абсолютно все логико. То есть, можно было подсылать там, как Мулс, все на север, но лучше все делать в клиенте, и потому что под рукой все API, все новые фичи. Можно, ну, и это оптимизация еще сети. То есть, меньше трафика потребляется с счет того, что вы их подготавливаете нам, но для сервера даете ему, и он же там в постпроцессе как-то, вот. И получается, это такая оптимизация. Почему я не буду рассказывать про Apple Watch? Потому что Apple Watch локейшн работает только, когда вы его используете. Он только... Вообще, у него очень большие проблемы с батарейкой. Во-первых, они быстро садятся с GPS, вообще там умирают быстро. И проблема синхронизации данных, таких как шаги и сон. Дело в том, что куча трекеров делают, предоставляют свои данные. Девайс предоставляет шаги, шайн предоставляет шаги. И все-все-все предоставляет шаги. И вот вопрос в том, как понять, собственно, как убрать эти коллизии. Это отдельно, чем идет уклада. Но я не рассматриваю Apple Watch, потому что проблемы с этим. Мюкромошен. Раньше мы использовали метод, который назывался «Стартактей интердейс». Он давал нам информацию о том, что я взял девайс и начал двигать. И он говорит о том, что я стоял на месте, либо начал двигаться, либо ходил. И он давал это постоянно, мгновенно. То есть я взял телефон и тут же сказал, что я начал двигаться. Но это неправильно. То есть на самом деле я взял телефон и просто позвонить. Физически не двигался. И надо было делать кучу логики, кучу логики, чтобы понимать, что пользователь реально начал двигаться. Это расходовало батарейку. Приходилось немного тестировать. И все равно было неправильные данные условно. Но Apple добавили крутую штуковую S10. Вот такой вот метод. Он находится у пидометра. И он уже отдает вам инфу о том, что пользователь начал идти. Ну, типа начал какое-то движение. Или заползился. И мы таким образом настраиваем наш там трекинг-менеджер, который делает дополнительную логику, а не позже скажу. И мы ему передаем напрямую. Пользователь начал идти, пользователь остановился. Это все подготавливаю к чему для работы в программе. И вот Apple дает кралашные штуки для вас, для разработчиков API. Но вводит такие вот вещи для экономии батарейки. Экономия батарейки, да? Которая убирает все вот эти вот бэкраны, префреши, корлокейшины. У нас все это здесь функционал режет. И получается, что приложение может умереть. Вот пока вот этот мод включен, он может умереть. Данные не собираются. И пользователь потом заходит и не понимает, почему у него собран, почему нету данных. Приходится ему дополнительно это объяснять. Даже если вы уже объяснили, они все равно забывают. И как мы это фиксим? Мы кидаем push такой, который говорит о том, что вы выключили API. Проблема в том, что в бэкран-мотаре префреши нет API, которая говорит, что его выключили. То есть вы знаете, если выставить в каплабилитель любой из бэкран-мотов, он автоматически включается. Но если пользователь его выключил, его нельзя опять запросить и нет API, который калбэком говорит, что вы выключили. Поэтому приходится его определять, что вы выключили по каким-то событиям, дополнительно его проверять. Кидаем такие push и объясним пользователю, что данные не треклись. Если push и пользователь не разрешил, единственная штука, которую мы придумали, это имейлы. Отправлять имейлы в день, в неделю и говорить, что HR вернись, что мы тебя потеряли. И так, на самом деле, делают многие. Moose, Lifecycle, Life360. Они кидают эти push и говорят, что мы тебя потеряли. Вернись к приложению. И там уже приложение вы пользователю объясняют. И вот по такими флопапами мы говорим, что чувак, ты выключил выбирал то про френши, поэтому мы не могли ничего забрать. Вот это, с этим вообще ничего не поделать. Если кто-то знает, поделитесь. Очень, очень интересно. Но мы не нашли решение. Как бы мы ни старались, будут такие пользователи, я просто расскажу, в кейсе, которые эталон вообще, с этим вообще ничего поделать нельзя. И у нас было таких пару способов. Он пишет нам пользователем. Я скачал ваше приложение. Не помню пароль в Apple Store, стараюсь выйти из приложения. Но, вы знаете, когда нажимаешь установить приложение, попадает попав из iCloud, она не помнит этот пароль, она нажала cancel. Как-то она взяла и сбросила себе телефон. То есть она реально в приложение не могла попасть, потому что она его не скачала, потому что не вела паром. Это гарантированно. И она пишет, после загрузки экран, который открывается, показывает, вы бросите Wi-Fi в вашем приложении. Но у нас нет такого Wi-Fi. И я спрашиваю, с кем я скиншотом? Она скидывает это. Она расцепила свой телефон. И потом она пишет, стартовая страница моего телефона – это ваше приложение. Вы бросите Wi-Fi в вашем приложении. И вот она говорит, я работал в IT, поэтому знаю, как фиксятся байки. В общем, фиксите этот байк. А пока я приложение удалил. И таких было пару случаев. Это реально было. В общем, окей. К сути. Пару важных вещей. Чтобы работать вообще в бэкграунде, вам нужно установить вот такие вот ключи в InfoPropertylist. Без них Apple не пропустит, ну, rejected приложение. Некоторые не знают, но, в общем, если вы их не укажете, приложение будет работать, но когда вы отправляете в в Apple Store, там это reject, вас не пропускают. Потом, когда видитесь, нужно указать, какие вот ключи, Bluetooth мы указываем, почему мы работаем за сайдиками. А вообще, ну, там, вот, location update, 300 French, и все. Это достаточно. Также вы знаете, что есть аудио и дворис, вот они потребляют мало энергии, но Apple вы должны объяснить, почему ваше приложение их использует. То есть, если там нету явного использования, типа, как вайбер и WhatsApp, то оно вас не пропустит. Хотя, и мы общались с Apple поддержкой и объясняли, что у нас там есть чат, мы там прикрутили чат для этого еще там года полтора назад, просто чтобы хоть использовать эту штуку. В общем, они все зарегистрировали, как тебе сказали бы, не первые, такие крутые. И, в общем, такие обязательные. И надо еще искать другое. Да. И в Store раньше, Паша, кстати, не спрашивал, я следовал. Раньше нужно было обязательно указывать такую штуку в описании приложения, что приложение потребляет батарейку для пользователей. Это было обязательно. Некоторым ребятам Apple по-прежнему rejected, пока нету надписи именно в description. Хотя у них написано в новом гетлайне, что это уже не нужно, оно автоматом это добавляет. Ну, Apple, окей. И потенциальный reject просто из нашего опыта, оно делает такой онбординг специальный, чтобы, ну, приложение много данных собирает, да. И пользователи обычно нажимают на каждую кнопочку cancel, а потом заходят в приложение и говорят, о, что оно не работает, фиговое приложение удаляет. Поэтому мы делали такой, ну, сложный, ну, как сложный. Для пользователей, зачем ему notification, зачем health, зачем ее позиция. И вот мы, вообще вот этих кнопок не было, мы просто hello, и пользователь нажимает hello, и все. Мы хотели такую вещь в конверсии, там пользователи попасть. И, в общем, Apple нас объектнула, потому что, оказывается, даже если ты предлагаешь пользователю установить, указать notification, нельзя его принудить к этому, оставив только одну кнопку hello, обязательно нужно delete later. Ну, то есть, это глупо, потому что поп-up, который открывает, там все равно есть cancel, да. Но Apple все равно rejectит такие приложения, если у вас не будет кнопки later. И то же самое касается и house, но при этом ее позиции они не продолбались. Непосредственно проходим. Первое. Нам нужно зацепить наш code location manager. Вот таким вот списочком методов. Он очень простой. Мы просто запрашиваем данные, ну, доступ к location, requesting location. вот этот третий метод. Он дает, по-моему, дает, раньше у него. Запрашиваем на доступ на бэграунд обновления, устанавливаем точность, устанавливаем фильтр и включаем significant location. Мы не используем start location update постоянно, потому что это живет в батарейках и оно нам не нужно. Нам не нужна такая точность, как на пробежках в автомобиле. Нам достаточно 10-20 метров. Вот. Но вы знаете significant location, он действует, кто знает, он берет растом в 500 метров точки вообще. Ну, может километров, может полтора, может три километров. Я расскажу о том, как вот, используя significant, делать так, чтобы точки брались каждые 10-5 метров. Ну, и все это благодаря фестопейшему, но на самом деле это, если кто знает, MOOCs app. Может кто знает, они это делали, и ранки, и многие. Они это делали еще там 2000 в каком-то там подобном, еще на iOS 4, 5, 6, когда этого не было ничего. Они это делали, вот переключая постоянно location update, stop location, location update, и видимо Apple очень много получала фидбэков, что это не очень круто, и они добавили вот такой метод location, который возвращает одну точку, и все, этого достаточно. После того, как мы настроили, все, мы запускаем два таймера. Один таймер на refresh background task, и второй на update time interval. На получение локации с определенным интервалом. Еще у нас есть два момента, которые мы используем. это точный трекинг и оптимизированный трекинг. Когда у нас точный трекинг, мы берем локацию, запрашиваем локацию, когда, ну еще на опыте, вот эти вот перед, вот эти две строчки, они, Apple почему-то иногда сбрасывает точность, хотя вы ее указали в нити, он все равно может ее сбросить. Поэтому, чтобы дополнительно перед этим точки указать, с какой точностью она нам нужна, можно еще раз дополнительно указать, и тогда точки приходят более точные. вот второй, для проекта баконантасты это обычная штука, которая запрашивает, ну Apple создал этот метод для того, что когда вы качаете что-то, ну какой-то большой файл, пользователь нажимает home, уходит из приложения, и чтобы этот файл скачался, можно запросить дополнительное время работы в ваграунде, и, ну, докачать этот файл. Но это штука все равно умирает через минуты, ну, через какое-то время. Apple говорит три минуты, а реально там два двадцать, вот так вот. И вот если этот метод постоянно перезапускать, он постоянно будет запрашивать дополнительное время, и еще время-время, и тогда приложение будет жить. Вот, по сути, как бы это все. работает. Но почему-то, если просто запрашивать вот нам, вот приложение все время умирает, и вот это все работает только в связке background of refresh и получение локации, иначе оно просто мрет. Не знаю, как. Константы, которые мы используем, нам не нужно брать точки постоянно. Особенно если, ну, пешком, когда мы идем 10 метров, этого достаточно. Но если мы едем на машине, каждые 10 метров это бесполезно, мы там 40 метров проедем, каждые 10 метров у нас миллиард точек, и мы сервакуруемся. Это константы, которые мы используем для интервалов. Вверху время, внизу, наоборот, внизу, вверху дистанции, в грузовремя. Это вот с какой точностью мы запрашиваем точек. И таким образом получается, что прогулка 20-минутная на примерно расстоянии полтора километра у нас получается 80-140 точек. То же самое на автомобиле 30 минут, но 40 километров тоже 90-150 точек. То есть, ну, вот даже в этой мелочи оптимизация просто по количеству GPS, которые мы запрашиваем, по количеству раз, которые мы берем локацию, собственно, вот так и понижается расход батарейки. И с этими параметрами можно играться. Если вам нужно меньше расход батарейки, вы повышаете интервалы. Если большая точность понижаете, вы берете больший расход. Ну, в общем, фанели, надеясь. Гарантированные проблемы, это я позавчера только примерно вспомнил, но, наверное, их еще больше, и я, может, если кому-то еще интересно, могу больше описать, но точки, которые возвращаются, они все равно дико зашумлены. Если вы сказали, вам нужна лучшая точность и точность точки 20 метров, Apple вам все равно вернет точность 150 километров. У меня такое было три дня назад, у меня Apple при точности Best и 10 метров, она мне вернула точку 150 километров. У меня был такой круг, Житомир, Черкасс и Чернигов, это прелесть. Потом, ну да, даже если вы установили эту точность, оно это игнорирует, облачность очень сильно влияет на точность, просто страшно. Точки могут быть очень дикие, но там есть пару скриншоток, когда была одна там тучка, и меня кидал очень страшно. Потом, точки ВАН МОЙОС, это редкая проблема в Андраде очень частая. Точки, которые возвращают МОМОЙОС, они могут быть несортированные по времени. То есть, вот сегодня, вот, ну, мне сейчас пришла точка за текущее время, а через 10 секунд она может прийти точка за 2 часа назад. Ну, обычно там бывает разброс в 3 секунды, но бывает, то есть, точка все равно нужно сортировать, если вам это нужно. И дальше, айфоны все одинаковые, классные, но на самом деле в айфонах используются разные типы, разных производителей, и вот у нее семяночка новая, ну, условно там, да, полгода, и на ней почему-то 3 месяца назад перестали работать обновление локации в принципе. Вот она iVicon не определяет в принципе, и регионы не определяет в принципе. И, как бы, Apple говорят, что все круто, но все хорошо с телефоном, ОС чистая, переизображался, все классно, а геолокации, ну, эти регионы не определяют. Я вот только представляю, сколько еще пользователей говорят нам, что у нас, ну, у них плохо работает трекинг, и мы программы даже не можем определить, что у них там что-то не так работает, и сколько недовольных людей. Это было очень странно, потому что как раз я это заметил, когда начал готовиться к конференции, и потом смотрел, мне точно что-то странное, начал разбираться, но уже эту проблему. То очень сильно, ну, как бы, там, уровне, там, 20-30 процентов уже от батарейки потребления. Вот это очень простой метод, и он очень легкий. И, кстати, вот когда мы с Лешей познакомились год назад, мы общались с ним, как можно это улучшить, и он предложил идею, ну, у нас совместно с ним передавать идею вот использование регионов вот так вот. Мы что делаем? Мы в локациях, где находятся пользователи с этим регионом, такой круг, ну, там, радиус 30 метров, не мягче. Реально даже Apple говорит, что, ну, примерно радиус минимальный может быть 100 метров, но все очень зависит от модели телефона, и все настолько очень разнится, что мы даже не можем сказать, какие модели телефонов какой радиус дают. Реально 100, 150 метров, а иногда бывает 20, но Apple. С этим оповещение на вход на выход, и какая схема, ну, не запрашиваем с точки вообще. Ну, то есть вот пользователь переместился в первом варианте, то есть если я двигаюсь, я двигаюсь, ну, то есть я начал двигаться, я взял точку, я знаю, что пользователь переместился. Если он остановился, я беру точку, я знаю, что он туда пришел, например. Тут мы не берем эти точки, не вызываем GetVocation, мы определяем то, что пользователь начал двигаться, когда он вышел из региона, либо шел. Вот эта штука очень прикольная, она даже, она частично работает даже без вот тех вот настроек background of refresh, сама iOS будет приложен, и сообщает, что ты вышел из региона. Это как-то все работает очень странно. Вот. Но хороший способ тем, что мы выходим из региона, нас оповестили. Если почему-то оповещение то, что мы вышли из региона не пришло, придет оповещение то, что мы вошли в следующий регион. Причем, если мы рядышком ходим, у нас достаточно хорошая точность, если мы ходим там, ну куда-то взлетели, вылетели, вылетели в Канаду, у нас все равно придет на notification, потому что мы его перечислили, сигнификант нам скажут, что локация обновилась, потому что мы очень далеко улетели. Ну, в общем, крутой способ. Да. Я думаю, вот, метод в динексе-дерегиона вызывает, говорить нам, что он вышел из региона, мы перестаем мониторить этот регион, вот так вот, получаем новую точку, запрашиваем новую точку, и такое locations получаем, не забывайте там, вот, массив. Это не очень много где видео, люди игнорируют, они берут последнюю точку, или первую, или последнюю. На практике, вот этот массив locations, 90% случаев возвращает одну точку, и 10% случаев возвращает, там, 3, 5, 10, 15 точек. И многие игнорируют, а реально там пользователь так, ну, не знаю, только надо доезжать, и вот в этом осиле этот путь вернулся, а они, ну, короче, в общем, не игнорируют, причем свяжешь, порычь, и все. Не, не среди, ну, в смысле, мы обрабатываем все точки, нам важно, ну, короче, как ты их активизируешь. Ну, и вот фильтруем, 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 конечно, запускаем для каждой точки, и какой-то логикой, сейчас я мне расскажу, их там обрабатываем. И когда мы запросили точку фильтрованную, о, а, таким вот образом пользователь, когда ходит, мы перерисовываем матрицу и целой, и получаем эти обновления. что у нас получается? Получается вот такая каша, страшная. Пользователь плывет по реке, небо по мосту, какие-то точки странные. Точки нужно сортировать по времени, сортировать. После вот небазовых сортировок нам нужно хотя бы такого зерката любиться. То есть откинуть все левое. Какие фильтры у нас есть? Первый фильтр – это сортируем по времени, второе – откидываем нулевую координату. Раньше я думал, что нулевая координата, но может же человек попасть в нулевой поинт. На самом деле, он находится где-то в океане, и сейчас с того, что он в лодке попадет в нулевую координату. Но часто бывает, что возвращает нулевую координату. Ну, как часто? Бывает. В нашем… Я думал, когда начинал делать это приложение, я думал, что раз в год, ну типа, пофиг, когда это происходит, то нельзя надеяться на то, что если это когда-нибудь произойдет, то взобьем на это – нет. Это происходит и чаще, чем вы думаете, и это беда. Вторая – горизонтальная точность. Мы откидываем все точки, которые не попадают. То есть мы Apple говорим, нам нужны точки за 20 метров, и все равно дополнительно еще делаем свою собственную проверку, какую нам точку вернуло, потому что возвращает этот бред. Дальше. Вот. Было такое. Сделали такое. Вот теми двумя функциями. Потом трюки. Пошли дальше трюки. Это уже не обыгрывать, а о нашем опыте приложения. Пользователи едут, плывут по реке, недовольные. Мы увеличиваем просто линию. И хоп. И все. И типа пользователи довольны. Да, но пользователи никогда не ходят вот этими линиями кривыми. Что мы делаем? Ну делаем. Можно использовать common filter. Я много где слышал. Я слышал от ребят, что ребята из анастика используют common filter. Но я как раз начал писать, я понял, что для него много нужно на вход. Он учитывал метод, точность, скорость, ускорение. Там куча параметров, которые можно запихнуть, и он вам построит там красивый пункт. Математика, 10 тысяч часов работы, куча денег, нафиг надо. Чувак Катму, чувак Орон, там по 75 летам. Математики написали крутую штуку, на вики есть, и ссылку скину, которая делает, вон, просто очень простая реализация, на вики есть, и надо шестящаться, и, по-моему, не помню, носить. Простая реализация, очень простая штука. В общем, в чем штука? Можно с безе делать, да? Для безе надо четыре точки. Вот эта точка, вот эта точка, она построит вот так. Вот этой, вот этой, ну, ей нужно только две точки. И она сама построит эту красивую, крутую линию. Это классно. Мы получаем вот такой-то результат. То есть пользователь там реально где-то срезал, ну, то есть он не шел из точки, он где-то срезал путь. И вот, вроде бы, все вопросы. Вот реализация на слифте, и вот на графике, чтобы видеть, кто везде делал, видят, ну, знают, вот он делает такие вот петли и нас. То есть, когда дочки промахнулись, он делает такой вот петли внешний. Калман работает как вот эта красная линия. Он так вот сильно округляет. А ты-таки, как вы настроите, но обычно он сильно округляет. А как, ну, да, в общем, он делает вот эту синюю линию. Он, это как бы центр стремящаяся функция, которая пытается прийти в центр и максимально аккуратненько использовать их там, не как в форме лагеря, поворот делает, он обычно ну, в форме лагеря. Получается вот такая вот красивая линия. Точно. Как бы вы ни старались, вы играете в фильме. Это вот Олимпийский фильм, он на работу шел, на продажах, и, ну, так, условно, подробно, да. И я наблюдал просто вот так, смотрел на Google Maps, как меня кидают во всему, это во всему городу точность была уточек 20 метров. То есть, реально в коде приходит 20 метров, ускорение там, ну, короче, человек ходит, ну, то есть, нормальное ускорение, фильтр все это проел, все точки были валидные, а я летал по городу. Вот, и много что-то, видите, там. Ну, обычно бывает одна-две-три точки фигуры, тут их сто пятьсот. И вот то, что, чем я говорил, что никогда не будет хорошо, всегда будет такой бред. Но, похвастаюсь. У нас удалось добиться вот такой вот точности. Если вы знаете, Moos, ну, Moos у них хороши трекинг был на то время и много пользователей. И Google купил за меня. Вот Moos, вот мы, ну, это вот регионы, о которых я говорил, а скоро мы выпустим 005. Вот там уже будет вот так вот красиво. Если вы сейчас можете это скачать, на самом деле, клиенты уже вот так вот обрабатывают. Но если вам отдает вот такой вот путь, это там связано с точностью уже данных внутри. В общем, смысл в том, что, я не знаю, в общем, я этим очень сильно горжусь. И это очень была радостная новость для меня, когда я это смог сделать. Сеть. Мы собираем точек много. Мы собираем пулы по 15 штук, подсчитываем шаги, подсчитываем сны, дополнительно используем локи-млоки телефонов. Причем, я, о боже, это такая штука страшная. Оказывается, по локу-млоку телефонов можно определить, сколько вы спите с точностью там больше, короче, под 90%. Страшная вещь, в общем. По локу-млоку, можно определить контекст того, что пользователь делает. Например, если мы знаем, он едет в машине, в транспорте, да, то, если он пользуется приложением, скорее всего, он пассажир. Ну, положено, да. Если он не пользуется приложением, в общем, он либо очень страшный водитель, либо он просто максимум, что Google или Google включил, и он постоянно работает. То есть мы можем определить с некой вероятностью, что это был пассажир или водитель. Это для нашего приложения позволяет очень много интересных вещей потом делать с этими данными. Советы и прочее. Потом, как пользователь пользуется телефоном, дома или на работе. То есть мы все предоточим. Пустим вопросы по поводу, я работаю дома или у меня там основная работа в телефоне, но условно можно сделать какие-то анализы для пользователя. И мы все делаем. 30 секундный биланс на все отправки. Если придут новые данные, мы их добавляем в эти массивы. Такие вот, это наши, как мы делаем отправку. Ну и пара интересных графиков. Это еще не все, но вот февраль 15, я не помню. Это рабочий день. Это как наши пользователи себя ведут. Вот они проснулись, поехали на работу, ехали, пошли на обед, поехали, поехали все домой. И вот такая вот схема каждый день повторяется. То есть если вы знаете нагрузки из сайтов, они там там и как-то падают, то у пользователей, у нас пользователь не пользуется приложением, а он передвигается. И он постоянно отправляет, то есть он постоянно пользуется приложением условно. Поэтому нагрузка на сеть вот такими скачками происходит утром, в обед и вечером. На выходные картина и на ночь. Вот суббота и воскресенье. Все куда-то тулят гулять. И да, интересная штука. Видите, одна пятая – это ночь любого дня. Люди мало когда передвигаются. А вот в субботу все это все. Ну и ошибок в принципе мало. У нас чуть-чуть видно красные эти штуки. Вот. Собственно батарейка. Я сравниваю все мусс и сол, и там еще куча разных. Момы, play cycle. Что у нас получилось? У нас получилось. Ну, иногда мы съезды. 41%. Но обычно это все держится на 3, 3, 5, 10, ну до 10 процентов. Все это работает в среднем 60-120 часов в неделю. Но в неделе больше часов, но по логам я смотрю, что приложение ревнуло каждую минуту, ну секунду уже. Ну то есть если не надо что-то записать, влог или какие-то данные обработают. Или еще что-то много, все время работает. То есть видимо вот это вот время, сколько приложений работает в underground, это Apple определяет сколько раз вы там запрашивали core location. времени. Ну или еще как-то. Вот. За день это обычно там 10-16 часов. Статистика. В среднем наши пользователи едут на работу, а приезжают на работу в 9-44, уезжают. Если там есть два способа как определять, когда они уехали. Но в среднем это типа 17-49 или 18-03, то есть разброс небольшой. Вот. Средний комет на работу 1-03, другим способом 1-03-29, то есть разница в одну секунду. А домой что-то все очень быстро едут. Я предполагаю, я еще не сильно занимался анализом, но предполагаю, что это многие там куда-то на учебу едут, на тренировки, ну в общем утром, да, там потренироваться в залчик. И поэтому на работу в среднем доезжают дольше, чем едут домой. Ну, потому что там опять-таки джимы всякие. В среднем 9-16 логов. В базе у нас на состояние на вчера у нас было почти 17 миллионов точек. И пользователи встретились 25 с половиной тысяч раз. Ну, именно как мы сейчас встретились. Ну, смайлик. Да, и я там… сейчас постараюсь показать. Быстрее, как это было раньше. В общем, тестить очень сложное наградное приложение. И, в общем, шейплог. Особенно вот бэкендерам, да, показать, какие логи отправляют приложение, там, как из кода подключаешь. Не только так. Я нашел… я использовал библиотеку логер, а потом нашел вот это iConsole. Она, в общем, шейпнули, и видите, она там показывает логи. Ну, то есть, консоль внутри телефона, прикольно. И меня просили еще… в общем, я сегодня собрал эту библиотеку под шейковых объединил для этой библиотечки. и очень просто подключить в одну строчку и можно использовать. Такая штука может кому-то пригодится. Все. Спасибо большое. Отличный мануал, как сделать убийцу. У вас у всех есть планы. А какие вопросы? Да, пожалуйста. Да, пожалуйста. У меня до вас есть несколько запитаний. Чи вы использовали юнист-тесты, писали в загальном для своей прикурки? Ладно. Честно, честно использовал неделю назад. Я делал фастлейную штуку познакомлю. Я хочу потом подскажу о каком сервисе. Интересно, мы построили сервис, который в интернете ты заходишь на сайт, собираешь приложение, пишешь имя, нажимаешь «билд», и тебе эта штука автоматом все отправляет в эту сторону, то есть автоматически все это делает. И вот там он делает скриншот и… ой, забыл. Кто знает, там есть штуки, которые делают скриншоты. Там я познакомился с, как очень просто, оказывается, делать юнист-тесты, в принципе, юнист-тесты и все это очень просто делать. И кое-что уже написал в Собле для тестов. Но для определения вот этих путей очень плохо тесты работали. На сервере у нас есть тесты для всех алгоритмов, потому что там условно деферминирован, подготавливаем, а в клиенте нет, потому что у нас три человека, все мы джуниоры условно, хотя мы там… ну ладно, уже не надеюсь, не джуни. Но не было времени писать тесты, потому что фичи-фичи-фичи-фичи-фичи, и очень сложно на вот это написать, а не тест. Ну, потому что оно валидное, но оно невалидное. И поэтому нет. Ну да, неделю назад. А еще одно питание. Что вы вы использовали для сторингу данной интерьеры? Рим. Очень классно вообще. Супер. Особенно, когда я узнал, что напрямую в мапе данные подружить алмофайл и рим, и вообще ничего не надо делать. А еще, если кому интересно, свагер автоматически собирает SDK. Ну, то есть, допустим, ваш бэкн пишется на свагере, вы просите бэкнера включить свагер, нажимает там кнопочка есть билдить SDK, делаете для этого под, и усталите под с вашим API в ваше приложение, и написание вот все эти метры кэш-дб слоя сводится к тому, что вы поставили свагер. И все, они там очень супер-классные. Здравствуйте. Здравствуйте. А как вы тщете данные дотечки? Не утекают? Ну, от слома. Мы не эксперты в security. Да, ее спросите. Ну, да, базовые вещи, не ломайте нас, пожалуйста. HTTPS передаем защищенным, ну, используем, как бы, старались, советовались людьми, как это все защитить. Если ты получишь доступ к моему телефону, скачаешь, пойдешь через мой пароль, скачаешь бандл соула и получишь базу данных, если она еще не отправилась на сервак, ты утырил мои данные. Если ты разломаешь нас с сервера, ты утырил мои данные. Боже, данные тырили у Yahoo, ну, в общем, как? HTTPS, протоколы. В общем, базовая инфа, то есть, мы ничего там сильно не делаем. А ну, мы стоим данные, методы данные, юзера отдельно от этого. Ну, то есть, если утянут одну базу, то она, ну, надо будет ее еще связать с реальной платформой. Андрей, никогда такого не говори вслух на конфе. Никогда. Тем более под запись. Мы тебе поможем в секьюрити, поговорим с тобой потом. Все защитим, все будет хорошо. Нет, мы пробовали сами себя взламывать, у нас не получилось явно. Да, ну да, ну да. Сам написал, сам взломал, молодец. Ну да, не, ну так это правильно. Надо же стараться. Ну, зря ты не ходишь на мои секьюрити точки. Многовыровневый пактинг, когда есть улитка, поднимаясь на этажах, и как оно сталкивались с таким и путешествует? Да, точность вертикальной, точность работы плохо. Ну, в принципе, сама Apple, ну, очень плохо. Ну, то есть, она там работает, когда вы поднялись на гору, и она говорит, о, вы на горе. Супер. По ней этажей, даже вот эти апик ламбинг, которые есть в Hells, он тоже странно работает. Я просто чистый тест. Взял телефон, открытый, поднялся на девятый этаж, девятый этаж, спустился на девятый этаж. Мне засчиталось шесть этажей. Реально восемнадцать. Как работаем? Мы пока что, мы пробовали, тестировали, экспериментировали, работает плохо. Мы сконцентрировались просто вот на плоскости, не на высоте. Туннели работают вот так. Видишь? В метро ехал. Вот так вот и еду. И все. Например, пользователь поднимается по ступенькам. У него будет ломаная туда... Не, не, не. Локация, там радиус. Я показывал радиусы и дистанции интервала. Вот пока ты находишься в этом радиусе, ты никуда не двигаешься. Спасибо. Ну, то есть, ты можешь ходить по ТРЦ. И если... Условно нам получается определять, что ты все время был... Вот у меня любимый тест – это по DreamTown пройти с прогуляцией. Он такой длинный, куча магазинов. И бывает, что это все как DreamTown, а если я захожу куда-то, затоплю... Ну, там, в наби зашел, да? Там... Он определяет отдельные магазины, но при этом, как бы, по зданию я хожу, оно как по улице, типа, условно, да? Но такие вот маленькие перемещения – это не трек. Дело в том, что это очень... Как мы это попиксили, мы когда делали сон, ночью, ты, когда ночью спишь, ты явно никуда не двигаешься. Вот. Ну, были приколы, когда... Сидел в Макдонус ночью, как спал. Но мы это попиксили. То есть, больше дико я не ходил дальше? Ну, пока... Нет. Логика наша позволяет, что ты спишь в самолете и что ты спишь в поезде. Это мы проверяли, делали, работает. То есть, ты можешь реально уснуть. Ну, вы ночью спите, да? Рядом в нем спите в сонолете. И оно работает. Именно в этом поблагодарим еще раз Андрея. Спасибо. Ладно. Теперь у нас есть ответственная задача. Необходимо выбрать самый лучший вопрос, автор которого... Валь, прочитаешь? Какие были вопросы? Ты записывала? Давай. Был вопрос про секьюрити. Это то, что я... Ну, секьюрити. Я вообще троскрипт-разработчик. Немножко пока. Был вопрос про юнит-тесты, которые начали писаться неделю назад. Потом, что используется для сторинга данных. Там был свакер, мне понравилось. Защита от утечки взлома. Потом, значит, обработка путей через тоннель, ступеньки и так далее и тому подобное. Это что такое? Симулятор. Остановки. Ну, на самом деле, три, которые мне нравятся, это тестирование через симуляторы, регионы и обработка путей через тоннель. Но самая больная проблема – это реально туннели, ступеньки. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...